Там знакомые неверующие, которые знали Вадима здесь. Денису вчера сказала, он говорит, что написал бы с удовольствием, но времени катастрофически не хватает. Все работают и дети. Пока развезут их по садам до школам. У нас два дня не было интернета. Настя тоже не посмотрела все. Только первую часть Буран был и интернет пропал. Сегодня они должны ехать на экспертизу, так как Вадим не захотел забирать заявление, потому что он денег уже много потратил на адвоката и суд. Поэтому он хочет их вернуть. Чтобы Насте присудили алименты, она вернула все расходы. Они уже купили билеты, а сейчас там метель метет. Что говорит? Может автобус и не пойдет. Они уверены в этой экспертизе. Но она пойдет им на пользу. Почему? У меня почему-то появилось подозрение, не поможет ли ему дядя в этом. Прости Господи, но вот такие мысли появляются. То есть, а Виктор Андреевич? Я еще заранее об этом знал. Конечно, будет так, как Богу угодно, и не иначе. Я там писала. Да потом еще вспомнила, как Настю беременную не хотели прописывать, хоть на улице рожай. Вадим сын, он прописан, а Настя сразу чужая была, и никак не надо было ее прописывать. Да, так и было. Потом временно прописали, и детей, и Настю. И через какое-то время выписали. А тут, когда нужно было справки им для суда, то взяли такую, что дети у них прописаны, когда они прописаны в Змейногорске у Насти. Как-то нехорошо получается. Изворачиваются и обманывают. Я говорю и об дяди Андреевне. Тоже потому, что все делается не без ее ведома. Простите, ради Христа. Все написано правильно. Так и было. Я уговаривал тогда прописать. Потому что платили за квартиру. Ну, мама эту бочу подняла. Я все это знаю. Каждое слово здесь ее подтверждено фактами. Вот что говорит сейчас Татьяна. Меня больше всего настораживает, что вот как бы я с баб... Батюшка, наверное, вам говорил, что я ему звонил. Или нет? О чем? Я Татью звонил вот до того, как еще вы здесь собрали Вадима. Все, что вот будет суд. Все, может быть, как-то с Вадимом поговорить, что можно договориться мирно. Я это говорю на роликах-то. Вы это... Я прямо давил. Нет, я Татью звонил про это. И Татья мне сказал, что вы все делаете вот святого. То есть он даже меня слушать не стал. Что вы делаете все святого из славы, из Насти. Она не имела права с Вадимом разводиться. Сама согрешила. Но сейчас-то не об этом речь идет-то. А меня никто... Я говорю, Тать, тут вот сейчас вот эти вот расходы. Ты, говорит, от меня что хочешь? Я ничем помочь не могу. Да. И все. Ну, на этом как бы мы вот... Давай эту тему вообще закроем. Закрыто, без комментариев. Вот, у меня, в общем, такое, что претензий лично к Вадиму никаких нет. Я бы искренне помог Вадиму, если бы увидел хоть какую-то потугу вот к изменению. Хоть что-то. Хотя бы он признал, да, я сейчас не могу отдавать вот эти вот... Ну, занял долги, да. Потому что он говорит, я хочу создать семью. А делает, что хочет там все долги на Настю, все, она виновата, и все, это ее. Но я хочу ее... Я Вадиме больше не хочу говорить, я хочу пояснить. Все, здесь вопрос закрытый. Пусть они решают. Поехали, мы только молимся. Мы молимся очень усердно сейчас. Прямо конкретно с произнесением их имени. Меня интересует вам твое положение. Ты сейчас идешь... Что там? Защищать, как что-то говоришь. Кого защищать? Я не защищать. У меня коллега защищает докторскую диссертацию в вашем АЛТГТУ в совете. Я там как... Ну, с видеокамерой, ну, организационно немного помочь. В 12 защита, ну, надо пораньше прийти. Там посмотреть, настроиться. А у тебя какие там звания? У меня никакого. Никакого. Говорили, что ты там какой-то тоже... Я писал, наполовину написал работу, и два года назад все забросил. Сейчас буду продолжать. За этот год мне сказали защититься. А нужно это, если учитывая, что ничего... Только платить ты будешь, пока защитишься. А защитишься, ни грамма тебе ничего не повысит. То стал бы ты это делать? Дядя Игнатий, платить я ничего не буду, я буду защищаться в своем совете, но при этом зарплата у меня увеличится. Только что ради зарплаты. А вот если бы так, ты изобрел что-то, ну, что-то полезное, ну, допустим, кто-то изобрел, ну, вот как Мартин Купер, этот, телефон, или там, Тим Бернес Ли, интернет. Тут понятно, что стоит того, и Нобелевскую премию присвоить. Ну, а если, ну, какую-то гайку там отдельно, кто изобретал, кто получал? Кулибин-то получал, Ползунов, никто ничего не получал. Значит, я объясню, чем мы занимаемся. Мы нового, вот как радио, не изобретаем. Мы в данный момент, вот наша отечественная наука сводится к тому, что подбираем остатки, то, что уже давно изобретено, в Америке, на Западе используется. Мы сейчас разрабатываем технологии, те, которые там уже используются. Но чтобы это делалось у нас в России. Это будет в разы меньше и внедряется в производство. То есть, конкретно наша лаборатория... То есть, вы уверены в этом? Или только лукавите сбоку, первому чужому? Нет, нет. То, что мы делаем, это сейчас работает, и конкретно вот в нашей лаборатории идут заказы, заводы, то есть, это реально то, что работает на заводах. Понятно. То есть, в другой сфере, я недавно стал перечислять, чем я занимался. Мелконькие-то дела, но из мелконьких, как мозаика, составляется все панно. И я всегда шел непроторенным путем. Вот, что бы ни коснулось, я делал то, что никто не делал в течение двух тысяч лет, минимум. Вот, допустим, две тысячи лет издается Новый Завет. Но с толкованием, на весь, с откровением, никто не издавал, как мой трехтомник. Никогда этого не было. Дальше, девятьсот лет, как толкование Блаженна Фефилахты. Девятьсот лет, ни одного комментария никто не взял. Я их сделал, 297. Высветил проповедь, необходимое слово Божие. Или канон Андрея Христкова. Всегда кланяются, все знают великий канон. И вдруг я на этот канон написал два еще канона. Такие же. Я там не изменил только. Молитва трех ступеней. Первая, просительная. Прости, прости, это она у него. Вторая, это благодатственная. И третья, ангельское словословие. Я перевел туда. И мы молимся сейчас на три канона. Но почему никто не сделал это? А ведь от Андрея Христкова прошло уже 1300 лет. И вот так в каждом деле, и притом я это не то, что сидел и мароковал, а чтоб такое еще новое придумать, утащить. Нет. Я видел, что это недостаток. Мы не достучали за сердец людей. И вот люди у нас после Великого канона столько поклонов, почти 500, и не хотят уходить. Это надо было видеть. Все сидят, еще поют и говорят, и мы не говорим, и домой идти неохота. Неужели этого никто не видел? Что Дух Святой не вхожи в сердца людей? Это прямо можно сказать было. То есть если он входит, но кратко, и люди покинуты, живут во тьме. Нет радости спасенного грешника. Они этого не знают. Ликующего христианства нет его. Я не Симеон Новый Богослов, не Василий, так сказать, не Симеон Новый, Исааки Сирианин. Я не знаю этого. Но внутри себя я должен это почувствовать. Вот посмотри на Вадима, зайди, глянь. Я фотокарточку нашел. Так вот вы новинку какую-то просто просите, а как это вот, допустим, по Теряевке конкретно. У нас много навоза и крапивы. Как за счет этого облегчить жизнь там? Я уж не говорю разбогатеть. Если бы там какой-то был специалист, он говорит, навозу много, я могу сделать так, чтобы ямы копали, сцепали туда, а дальше у вас батареи все зимы будут работать. И ой, там начал говорить, дед. Я говорю, так сделай. Ну, я в другой области занятый. Может быть, и сделал бы. Есть такие люди, которые, где бы они ни коснулись, они буквально все выхватывают. Но я про одного читал. Он говорит, но у меня к химии нету тяги. Я химией не занимаюсь, говорит. А везде, что бы он ни коснулся, он мгновенно какие-то новинки вносит. И сам изобретатель говорит, как же я-то не додумался. То есть у него совершенствование развито. Я сорок с лишним лет печником был. Я чего-то достиг. Печь делает несколько дней, я за день две выкладываю на трубы. Но я ничего не изобрел. Ну, я ничего не изобрел, новинки не вношу, но если я что-то берусь, вот, допустим, в Томске сейчас оборудование в одном университете купили дорогое, там, затратили десятки миллионов рублей. А на что, на направлении какое-то? Пуалеты какие-то, ремонтируемые? Нет, нет. Направление, то, что мы занимаемся, это авиастроение, ракетостроение, вот это вот. Круто. Жаропрочные сплавы и покрытие, защищающее эти сплавы. Но они знают, что ты перспективный и что-то можешь помочь. Конечно. Жаклин Кеннеди. Мы работаем по... Она дружила еще со студентом, Джоном Кеннеди. Я сразу поняла, он страшный, говорит, перспективный. Ты надеешь, он станет президентом? Рядом стоящие с тобой, они понимают, что не напрасно, они время на тебя тратят. Вот буквально две недели назад к нам в институт приезжал, и я за микроскопом как раз сидел, он приходил, встречался, директор НПО «Энергия». Это... А, не директор, а он президент. Ну, подопечный Чебайса. В общем, на его счет. Это не это, а... Ну, в общем, ракетостроение, в общем, кто вот этим вот всем заведует? Ну, там Потанин где-то тоже заучаствует. Все, весь вот этот вот космический... Я к чему подвожу разговор? Меня меньше всего это интересует. У тебя есть сообщение, есть сообщение с хорошими людьми. Ты им свидетельствуешь о Господе? Вот понимаешь, нет? Здесь высшее авиационное училище было. Сейчас милистерский институт. Вот, высшее. И вот. И я там вел регулярно встречи-то. И вот, а там ниже полковника почти никого нету, преподавателей потому что. Ну, как профессора. И вот собираются сразу, допустим, 20 человек. Кончилось, они меня к себе затягивают. Это они не знают меня, чем угостить. И друг друга, они такие прям возбужденные. И один говорит, ну скажи, говорит, у тебя какое чувство? Он говорит, мне кажется, я никакой академии ничего не кончал. Они не знают, чем пиво я не пью. Вобла там или что-то. Мне тут. Один говорит, ну вот в сапогах вы возьмете сапоги? Я говорю, сапоги бы взял. И он точно 43 размер из-за дивана вытаскивает и мне дает. Понимаешь, нет? Ты в своем ли амплуа действуешь? Твоя ли это ниша, где ты находишься? Потому что талант, Бог будет спрашивать, умножил ли ты его. Я себя нашел. И каждый день, вот, Марк, по сегодняшний день я молюсь, Господи, помоги мне обнаружить и умножить все мои таланты. А для этого пошли мне добрых помощников, наставников и советников. Если вот такая, как у тебя там называют аватар, сидит там труп сотлевший, убери его. Что ты себе такое реномен даешь? Ты скажи, что я жив. Жив. И вот я тебе могу дать сегодня наши визитки, и ты даже много не скажи, придите к этому сайту. Поверь, это не наш сайт, это суперсайт. Ему равных нет. Нигде в мировой сети нету начитанного Златоуста 12 томов. Нету нигде начитанного жития полностью. Ну, 50 книг аудио. А вопросы-ответы, 4124, им никогда не ответить. Почему? А это другая жизнь. Можно написать архипелаг ГУЛАГ, но биографию Солженицына нельзя повторить. Да, время не того. И время не то. И, говорится, ростом пониже, и духом пожиже. И ту мою биографию, которой дал мне Господь родиться в старообрядческой семье, обратиться по Евангелию среди пятидесятников и остаться в православии. Сектанты меня пастором как угодно называют. Мы, говорит, впервые встречаем человека в православии, а не православного. Они не могут понять, что я показываю, что вы не церковь. Я бы ушел к баптистам сегодня, если бы было истинное рукоположение. Они сект, они не церковь. А вне церкви нет спасения. Если ты это понимаешь, я тебе хочу дать визиток, и где ты будешь встречаться, ты можешь своим друзьям просто по-хорошему сказать, я сайт один знаю, ты мог бы это делать? Ну, с кем, с коллегам я даю вопрос. Я вот так вот не могу подойти и в лоб сказать. Но мне задают вопрос, вот ты как вот это вот? Я говорю, вот здесь вот вы узнаете. Открытый лоб ваше давал. Это не пойдет, когда спросят. Нет, а вопросы регулярно. Даже не вопросы. Допустим, я встречаюсь, у меня студенты, я захожу, аудитория открыта, преподавателю сразу говорю, разрешите пару минут? А что такое? Я говорю, хочу обратиться к студентам. У кого есть компьютер? Кто выходит в интернет, я? Разрешите им отдать визитки? Все, я в другой аудитории. Когда они зайдут, и пусть зайдет один процент из ста, но этот человек, он другим ста уже расскажет, когда коснется. Почему? Вот многие говорят, почему раньше не сказали, что такой сайт существует? Я уже не один год, говорят, брожу здесь, и мне ничего не дают. Я, говорит, сейчас вылезти не могу. Я вот книги давал, ну, представь, до мэра города. На работу, говорит, опоздал вчера, говорит. В постели, говорит, читал до трех часов вашу книгу. Пришел полковник ко мне, этот СГБ, я говорю, Юрий Николаевич, а вы верите, что ему написано? Говорит, это не то слово. Я сам участник вас арестовывал. Я самое поганое свидетельство против меня все поместил до единого, не купируя. Почему? Я слишком уважаю своего слушателя, считателя. Мне не надо, чтобы я давал ему процеженное, вот это против меня, это не менее. Я вот сегодня новый ролик утром здесь сняли, я его уже выставил. Смотрите, люди, научитесь, как правильно тереть морковку, чтобы у вас глаза не болели, работающие над компьютером. А к этому добавил все, как ездил в Америке, как пища подается, то есть совершенно в новом амплуа показал себя. И людям это интересно. Вот все это бедность, а заголовок бедность, морковка, компьютер, Америка. Вот поиск сделай, ты к нам придешь, тебе идти надо. Ко мне главный вопрос задавай. Сейчас 13 минут. Ну, я за полчаса доберусь. Ну, тут пешком. Тебе в АГТО надо? Да, да, да. А ты вообще сейчас зайдешь по комсомольскому, даже на Ленинске не надо выходить. Вот, до первого проспекта, и по нему иди, прямо напротив его и выйдешь. А, все? Все? Все. Мы, это путь, который я проделал четыре раза каждую неделю, 17 лет. Я вел занятия. В одном только семнадцать лет. До этого я в пяти университетах вел занятия. Так, говори, чем я могу быть полезен для тебя? Ну, как бы... То есть, если я умру сегодня, ты не дрогнешь, ничего не потерял. Не пожалеешь, что не успел спросить. Тогда запомни сайт, и там справа 4124 вопроса ответа. Видел? Да. 55 папок. И вот, я скажу, весь мой сайт, форм можно сделать, может быть, даже лучше. На вопросы никто не ответит. Это и абсолютно точно. А он ответит, но только не так. Ему так не ответить. Он обязательно, человек, который отвечает, он приглядывается в другому глаза. Вот, у меня презентация книг была в университете, в АГТУ. И выступает, там есть проректор по учебной части Семкин, Борис Васильевич. Я бы мог назвать даже другом. Настолько он близок. Он пришел на презентацию и говорит, знаете, когда автор пишет, то он лукавит. Писатели. Они не такие, как они пишут. Ну, а книги Лапкина считаешь, он такой, как есть. Я советую каждому приобрести эти книги. Эти книги украсят любую библиотеку. Вот, трехтомник, Новый Завет. Есть у нас. У Путина. У каждого свой. Путина показали, показывали библиотеку и показали, мои книги стоят. Дальше. У Бедведева, у Патриарха, у епископов, на зарубеж, ну, тиражки, конечно, маленький. Ну, уж и издали мы это по высшей шкале. Мы два года почти раскрашивали Гестава Доре. Впервые раскрашенный Гестав Доре полностью только у нас. Это наша работа. Восемь параметров в нашем Новом Завете изданном, которых нигде не было и, думаю, вряд ли будут. В первую очередь, комментарии. 297 комментариев, высвечивающих толкование особая направленность любви к Слову Божию и проповеди. Я ничего там не делал. Я просто эти места выделяю крупно и дальше даю комментарии и свои, и святых отцов. И священники, имея Евангелие, они его и забыли. Имея толкование, они его поставили на полочку. Получив мою книгу, они в бешенство пришли, стали сжигать. Почему? Комментарии, которые показывают, кто мы такие есть. Оно сразу оживотворило все. А как ты до этого дошел? А я болел этим. Я не знал, как это сделать. Я от руки переписывал. Но Господь позволил другу сделать. Я не ожидал, что это удастся. Я вообще не ожидал, что буду издавать. Я тебе дам визиток? Ну, давайте. Хорошо, визитки хорошие, тем более с обратной стороны проношу университет, где вели занятия. Ну, пока не ведем. Ко мне вопросы? Ну, как бы я все понял. Так, сколько ты здесь будешь времени, дней? Ну, вот сегодня защита, потом все, завтра в 7 утра уезжаем уже. Так, ты можешь прийти ко мне ночевать, мы побеседуем весь вечер. У меня есть где ночевать. Если ты хочешь к Марфе, к Марье там пойти. Ну, если у нас подала две простые, не на облочку, потому что мы тут нам стирать негде. это самое главное, значит, я тебя положу просто так, вот подойдяло. Даже весь вечер пробыли вы вместе. Так, единственное, у меня вот там так-то бы я мог и вообще после университета сразу. Я бы накормил тебя. Да, через весь год ты будил, как мы живем. Тебя будут потом спрашивать, скажут, ты знал, ты видел, и ты скажешь, я был и ночевал. Но я тебя пригласил, а я не наставил. Ну, я понял. Но у меня просто там остались вещи. Хорошо. Можешь пойти и вещи взять и можешь отпроситься. Так, ну, так, надо подумать. Знаешь, порядок такой есть. Если тебя приняли в один дом, как благовестника, ты не имеешь права переходить. Я тоже не был права. Но если они тебя отпускают, потому что толкование дается не переходить ради того, что лучше накормят. А у меня, наоборот, переходить ты будешь на нижнюю ступень. Лучше тебя здесь не накормят. А вот насчет еды я наоборот. Мария вчера даже обиделась. Я говорю, ну, вот и ты тоже. Мама все время обижается. Я это... Она мне согрела уху. Я поел. Я был уже сытый. Когда, вчера поел? Ну, да. Вчера понедельник. Ухи не должно было быть. Рыба не разрешается. Ну, в общем, вот. Вот так, попался сразу. Попался сразу, да. Так, второе. В общем, поел. А она мне второе предлагает. Я говорю, ну, вот... И яичницу. Нет, яичницы не было. Ну, да, пост. Яичницу не едим. Так, я к тебе хочу задать вопрос. Я, Веря, тебя не спрашиваю, потому что ты пожелаешь, ты меня спросишь. Чего я тебя буду пытать? Ты мне мой племянник родной. Скажи, зачем у тебя волосы длинные? Ты знаешь, это бесчестный мужчина. Апостол Павел сказал, если мужчина растит волос, это бесчестный. Я когда беседал, вот, смотри, у меня волосы, вот, едва-едва, вот здесь до воротника за лето доставали, вот так вот. А в общем не здесь. Он говорит, ты волосы-то чего такие длинные отпустил? Я тогда встал, как, ну, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы я волосы отрезал? Все сразу, все до одного. Я в другую комнату зашел, тут же сняли, а зашел готовый. Всего они были, ну, сантиметров на пять за лето. Я все лето был в лагере. Мужчине не положены волосы. Это апостол Павел. Ты хочешь быть бесчестным? Да нет, конечно. Я тебя буду заводить бесчестным. Бесчестят свою голову. Все. Вопрос не требует комментарий. Я слышал, выступают разные шейхи, ну, и убеждают, надень хиджап, надень хиджап. Ну, жарко, то другое. Она говорит, принимая мусульманство, ты принял все. Я за то, что посты отменили. Они не нужны, кроме великого среды и пятницы. Но они есть. Есть такое выражение без дураков. Я их скрупулезнейше выполняю все. Но у меня есть свое мнение, которое я выразил и в книгах. Они придуманы монахами через восемь столетий. Для монахов корешки эти как раз. Но человек, который пилит вручную, ему нужно пять фунтов мяса. Посты, особенно Петров, их назначение имело, целевое назначение. Благословение на проповедь. Какой пост, когда, во-первых, его нарушают почти поголовность, а во-вторых, на проповедь никто не идет. Это фикция. И поэтому, ну, как в кабинете Ленина написано, не курить, а все курят, он говорит, уберите, она дезорганизует это. Ее убрать надо. Но это, конечно, самая антипатия у меня к нему. Но говорит хорошее. Правильно. Он однажды сказал, говорит, наша радость от трудовых успехов. Мне очень нравится это. Но это на любом поприще. Значит, я тебе сказал, больше я тебе не повторяю. А ты уже сам, тебе открыть место это писание? Да я... Знаешь. Первое коридор. А у тебя есть эта Библия с поисковиком? Есть. А ты знаешь, кто автор ее? Кто? Знать этих. Нет, конечно. Нет. Тима Фей, он не... Ха, вьетнамец. Он в Москве. Он о МГУ заканчивал. Но родители у молодых еще были здесь. И он о себе дает биографию, проповедует. Конечно, протестант. Православного упустили. Ну, я разузнал это дело. Я ему послал там книги. Там еще что-то было. Я очень ему благодарен. Поэтому я каждый день еще вспоминаю Мартина Купера, который изобрел вот этот вот, потому что он облегчил мне. Он живой. И Тим Бернас Ли, который интернет провел. Это его детище. А они в моей молитве. То есть я каждый день думаю, Господи, как бы не остаться неблагодарным. Передо мной прошли люди, которые потрудились, которые столько сделали, облегчили мою жизнь. Я сидя дома, я на тысячи людей выхожу и на миллионы даже. Это они и сделали. А я ничего не могу, ничем воздать, только молитвой им. У нас чувство должно быть до болезненности, развито благодарности. Как бы не пропустить. Павел говорит, никому ничем не должны быть и кроме любви. Был бы он здесь этот Тимофей. Тим Бернас Ли, это Тимофей тоже Ли. И этот Тимофей, который составил программу библейскую. Он протестант, а вставил туда каноны вселенские, поместные. Я их копирую в книге. Это облегчило труд мой, даже не выскажешь на сколько. Хотя я бы нашел. Симфония есть. Но не канонически, а сам ее составил в симфонии. Могу доказать, что лучшее в мире. Есть у нас. Есть оно. Но он сделал то, что в интернетной версии. Тимофей Ха, вьетнамис. Запомнишь? У вас на сайте есть это? Есть. Все это есть. Все это. Ну, да можешь спросить даже где. Так, спрашивай еще что. Все у меня. Все. Тебе нужно идти, да? Или давай, говори, еще время... Да нет, давайте вы говорите. Да нет, я уж тебе много наложил. Значит так. В первую очередь, мне хочется узнать, чем я могу быть тебе полезен. Может тебе что-то надо. Материально я не помочь. А материально не надо. Книгами я могу помочь. Молитвенно. Молитву я вас всех помню. Каждый день. Дня не было, чтобы я за вас не молился. Ни одного дня. Вот. Я каждый день его произношу имя. Господи Владимир. Как я не знаю. Я сделал, что можно было. Ну, по ролику... Меня вот... Ты видишь, что я не тяну ни на какую сторону? Да. Хороший ролик получился? Открытый, со свидетелями. Вот. Единственное, что... Жаль, что ничего он не понял. Ну, а это от нас не зависит. Зато мы сделали все возможное. Во-первых, и мать, как у ребенка рядом сидит, держит дарку дядя. Себастьян юрист. Кого он избрал из всей общины, сестра сидит. Ну, и я его не давил. Я просто спрашивал, чтобы ответить на те обвинения, какие против него выдвигаются. Ну, что ж... Честно говоря, я сам его очень даже понимаю. Потому что я вот слушал все вот это вот, да. Вот все вот эти обвинения, все. Я понимаю, что я-то такой же в самом деле. О! Ты важный... Два года назад я вот в такую же вот дыру попал. На меня надавили, давай, делай, работай, вот это, это вот все. Я посмотрел это, я все бросил, отказался это всего, ушел на полгода. Там Егору строить помогал, еще что-то. Просто никуда вот. Дома ел, пил, Егору строил, и все. Какие деньги были. Потом сложилось, все. Сейчас неплохо устроился на работу, работаю, все. На новой работе коллеги со старой начали, приходят к начальнику и говорят, вот ты его взял, а он там такой-сякой, это, он вызывает того, кто мне привела, говорит, ты кого мне привела, это, он как вообще, адекватный? Она говорит, ну, не знаю, работает, не обманывал, и до этого он работал нормально. Он посмотрел, сейчас совершенно другое отношение ко мне. Недавно подходит, спрашивает, вот про тебя тут рассказывали, правда? Или он там придумал, вот почему он про тебя такое говорил? Ну, правда, я говорю, тогда было так. Только сейчас-то, я говорю, ну, сейчас все, нету того. Исправилась ситуация. Жизнь продолжается, а раз она продолжается, есть шанс исправить. Сделай шаг, один шаг, сделай навстречу, и тебе поможем. Я гляжу, ты не растолстел, у тебя фигура такая хорошая. А я ем, чтобы жить. Ага. А не живу, чтобы ем. Это наш принцип. А во сколько же ты встаешь? Встаю не рано. Встаю не рано, то говорят, когда как. Это я знаю, что не рано, вставать нужно рано. Давид говорит, я встану рано, прославлю, предваряю рассвет, предварять это, значит, еще рассвета нет. Вот мы все всегда встаем, мы сейчас здесь, юноша один живет, ты, может, знаешь, где были? Плотникова. Плотникова, да, Васья, да, конечно, знаю. В университете медицинском убежал здесь. Мы встаем всегда в 4,40. Всегда полное правило, как правило, 100 поклонов. И у нас считается молитва, Давид говорит, 7-кратно в день прославляю тебя, но не менее 7 раз, днем становись на молитве. Вот этот, 3 святое, от Сарю Небесного до Отца Наш, и 100 поклонов. Ну, это кто может как. И тут уже всех поминаем, мы идем, как один говорит, ну, а вот я был в церкви, я молился, там 3 часа стоял, а когда стал молиться, говорит, это совсем другое. Это постоянно у тебя на стороже. И, наконец, в конце молитвы мы всегда воздеваем руки, просим Бога благословить. Написано, поднимайте руки без гнева и сомнения. И потом в молча стоим, говорим, говори, Господи, слушает раб твой. Что Бог скажет? Люди не умеют слушать Бога. А как ты голос слышишь? Да нет, конечно. Бог положит тебе это на сердце. Вот с Вадимом встреча была, она, я на молитве его выпросил. И вдруг сразу, мгновенно, я ни сроду не думал, меня это не касается, я не ввязываюсь. Ни разу, никак. Но, вдруг сразу, раз, я сразу выхожу на Виктора Андреевича, поставил одного человека к орульке, чтобы не убежал. У него такое есть свойство, улизной. Все перекрыл ходы, и, наконец, все здесь собрались. Этого предупредил. Это в течение одного утра было сделано. Ну, видимо, в крови такое вот уходить. Да, так и есть. Это люди, которые, не разрешая слово проблема, я не люблю и плюю на него. Неразрешимый вопрос называют. Это было. Я в воскресенье еще с ним поговорил. И постепенно подвожу к тому, что обвинения эти он признал. Я сейчас с одной стороны давлю. И самое главное, он уже признал. Самое главное, грозное обвинение в своем. Здесь вот, получается, как? Вот мне очень вот лесково, когда я прочитал, и мне так вот это по душе пришлось. Название не помню рассказа, вы, наверное, читали. Когда владыка поехал на север, вот туда, и говорит, крещеный, это пропащий человек. Да, он вперед забегает еще раз. У нас же, говорит, как? Не, а почему он ходил-то? Он спасал своих братьев. Понятно. Он один, а он их где запомнишь? Он, говорит, уже семь раз крестился, а сейчас восьмой едет креститься. Ну, цифры я могу напутать сколько раз. Ну, не раз уже крещеный. Вот. У нас, говорит, как? Украл, должен вернуть, и хозяин тебя простит. А здесь он крещеный, говорит, украл. А к батюшке пришел, батюшка простил. И старик, говорит, на небе ничего уже не сделает. И все, и он святой уже там нет. А помнишь, как он медведя там отрубил, шапку оставил.